Каждый человек должен жить долго и быть здоровым. Именно для этого и работает гериатрическая служба в России. Старикам нужен не только почет, но и хорошее медицинское обслуживание, а также помощь во всех социальных сферах. В настоящее время в стране активно идет процесс старения населения, который выражается в увеличении числа людей старшего поколения. Это вызвано как снижением суммарного поведения грабдаемости, так и ростом продолжительности жизни. Комплексный подход нужен. Нам нужны и социальные работники, и работники образования, и медицинские работники. Только тогда мы справимся с теми демографическими проблемами, которые сегодня существуют. Смертность снижается, продолжительность жизни растет, но проблем еще много, отмечают участники Всероссийского совещания по гериатрии. Здесь представители медучреждений из более чем 50 регионов страны. Делятся опытом, сравнивают показатели. Самарскую область ставят в пример. Здесь уделяется большое внимание людям старшего поколения. В прошлом году открылась гериатрическая больница и профильный научно-практический центр, а на базе медуниверситета начала работу кафедра гериатрии. На совещании наградили тех, кто вошел в список 500 лучших терапевтов страны. В Самарской области их трое. От работы терапевтов на участках в большой мере и зависит здоровье людей преклонного возраста. Они нуждаются в постороннем уходе близких. Близким людям надо работать. Поэтому большое значение имеет помощь социальных служб для родственников. Наш участок находится прямо в микрорайоне. Медицинская помощь доступна нашему населению. Бабушки могут даже зайти, просто прогуливаясь, гуляют, зайти по мере давления, поговорить с врачом по каким-то проблемам, даже не всегда медицинским. В Самарской области более 600 тысяч человек старше 60 лет. Есть и почетные долгожители, кому перевалило за 100. Повышение качеств медицинской помощи ощутили на себе и самарцы. Валентина Писарева в поликлинике – частый гость. Все, что выслушают, направления какие-то дают. Я операцию на глаза брала, это направление. Я считаю, нормально. Я не знаю, как другим. Вроде бы все хорошо. Медработники напоминают. Результат лучше, когда пожилые пациенты сами заинтересованы в своем здоровье. Вовремя проходят профосмотры и диспансеризацию. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.